Национальная премия «Золотой медвежонок» проводится с 2010 года и присуждается за вклад в развитие детских товаров в Российской Федерации. В этом году за победу боролись участники из 27 регионов России от Владивостока до Калининграда. В 17 номинациях в финал вышли 92 организации. Одна из них находится у нас в Красногорске. Анастасия Балахничева создает детские трикотажные пижамы с авторскими принтами. И сегодня она гость нашей студии. Анастасия, добро пожаловать в студию. Здравствуйте. Предлагаю начать с самого начала. Как пришла сама идея организации производства, с чего начинался бизнес и почему именно фэйшн? После рождения сына я сгорелась идеей создания детского бренда. И так как больше всего жизни человека, особенно ребенок проводит во сне, я решила, что это будут пижамы. Пижамы – это любимая вещь каждого малыша. В ней они спят, играют, кушают. Но шить просто пижамы для меня показалось неинтересным, поэтому я искала какую-то изюминку и решила, что это должны быть авторские принты. Наверное, покупали неинтересные пижамы своему малышу. Ну вот не было выбора. Ну обычно, вот они обычные. Ну вот слоненок, вот какие-то полосочки, ну как-то все такое... Скучно, да? Все скучно, да. Я люблю с размахом. А чем отличается ваша пижама? В нашей пижаме есть история, которую родители с малышом могут придумать самостоятельно, а могут воспользоваться сказками-подсказками, которые мы вкладываем в каждый заказ. Также для малышей мы разработали милые наклейки с персонажами с наших принтов. Каждый заказ мы упаковываем в текстильный мешочек. Он очень функциональный. Детки могут хранить там свои носочки, игрушки, какие-то приятные мелочи, которые очень близки детскому сердцу. Плюс я вкладываю открыточки дизайнерские, и каждую открыточку подписываю для каждого малыша. Мы делаем детский сон комфортным, безопасным. И девиз нашего бренда то, что мы прививаем вкусы с первого года жизни. Почему такое название? Лапибу Китс? Лапибу – это лапа, лапочка, все дети лапочки. Ну, китс, соответственно, это дети. Вы открывали свое предприятие в 2020 году, да, самый разгар пандемии. Как вы его открывали, с какими сложностями столкнулись, особенно в такой период? Были сложности со сроками, многие предприятия не работали. Это увеличивало сроки пошива, сроки получения ткани. Уже были заказы на тот момент? Нет. Или вы только вот создавались? Нет, мы только начинали, а нас еще вообще никто не знал. Сколько пошили изначально, вот, или коллекции, или хотя бы штук, чтобы вот как-то это все дальше распространять? Четыре принта. Это был цирк, транспорт, цветочные фантазии и небесные зайчики. Ну, на тот момент это были обычные принты, без сказки, просто вот набор персонажей. Как идея пришла создавать сказки, создавать историю? Это произошло, когда я познакомилась уже с моим вторым дизайнером, Катей Рогозой. И совместными усилиями мы пришли к тому, что было бы неплохо создать какую-то фишку. И вот решили, что эта фишка, это будут сказки. Когда создаете принты, вы как приходите к единому мнению? Как создаете сказку? То есть это все обсуждаете, либо вы просто корректируете предложение Кате? Я высказываю свои предпочтения, и Катя уже как очень творческий человек набрасывает какие-то идеи. И мы с ней, ну, как правило, мы с ней приходим к общему знаменателю, и все получается. То есть обсуждаете все вместе? Обсуждаем, да, я либо говорю, мне нравится этот герой, мне не нравится этот герой, нужно поправить глазки, там, обычно она немножко переделывает, добавляет какие-то свои фишечки, и все. Кто создает историю для каждой пижамы? Пишет сказки? Ну, она и создает, она и пишет. Первые покупатели, как они появились у вас, кто это был? Первый покупатель, у нас пришла девушка из Владикавказа, она купила как раз-таки две пижамы из первой нашей коллекции, это цирк и транспорт. Сейчас сколько покупателей считали, не считали? Сколько вы продали уже, ну, существуете уже два года, достаточно? Более полутора тысяч покупателей у нас есть, мы существуем как интернет-магазин, и как, ну, у нас есть рейл в универмаге цветной, и оттуда достаточно количества покупателей. Во время пандемии, время пандемии прошло, как удалось преодолеть этот период? Сейчас проще работать? Ну, у нас, мы живем в такое время, что каждый раз нам постоянно какие-то сюрпризы получаются. В какой-то степени проще, в какой-то степени вот сейчас проблемы с Инстаграм, охваты немножко убавились у нас. Ну, перешли на какой-то сайт, у вас свой сайт есть хороший, да, я смотрела, там все коллекции представлены. Но этого мало, да? Конечно, ну, мы все-таки пытаемся больше развиваться в Инстаграм пока, и хочется уйти больше, наверное, в офлайн. Ну, точки открывать по Москве, и не только по Москве. В Красногорске, например, да? Есть такое желание открыть в Красногорске? Ну, пока предложение не поступало, на самом деле. В Красногорске? Ну, вообще можно, но я думаю, что это будет достаточно накладно. Самой открывать прям точку. Мы представлены вот в универмаге «Цветной» в качестве вот одного из бренда. Там мультибрендовый магазин детских товаров. То есть вот так вот всем вместе проще платить аренду и плату? Ну, конечно, да. Одно, очень тяжело, такому маленькому бренду. Пока, наверное, мы не сможем такое себе позволить. На своем сайте вы пишете, что вы Монте-Сори-мама. Что это означает? Главный принцип Монте-Сори педагогики – помоги мне сделать это самому. И наши пижамы как раз тому способствуют. Вот. У нас очень удобный крой, что позволяет ребенку самому снимать, одевать и снимать пижаму. Если организовать грамотную среду, то ребенок может сам выбирать пижаму «Лопебу Китс». Так, а дальше что еще может сам делать? Дальше это также может быть частью ритуала, то что малыш с мамой, с папой или с кем-то из близких может придумывать сказки, учить героев, цвета, придумывать какие-то истории простые. То есть получается, что ваша пижама – это даже часть воспитания? Конечно. И воспитания, и развития, да? Да, обязательно. Вы в воспитании собственных детей к этому стремитесь? Безусловно. То есть просто купить пижаму с набором одинаковых персонажей неинтересно. Хотелось создать именно что-то, чтобы было не просто одеждой, а элементом воспитания, восприятия или хорошего вкуса. Есть желание помимо пижам выпускать что-то еще? У нас сейчас в ассортименте есть летние комплекты с авторскими принтами. Это шортики и футболочки. Конечно, мне в будущем хочется расширить ассортимент до уличной одежды, возможно. Также у нас поступает запрос на то, что мы шили взрослые пижамы. То есть из детских принтов просят шить взрослые пижамы? Здорово. Будете это делать? Планируем, да. Мы, в принципе, можем отшить по индивидуальному запросу на заказ. Сейчас у нас пижамы от года до 7 лет, но по запросу мы отшиваем пижамы для подростков. У вас достаточно хорошая ткань. Я смотрела на сайте 92% хлопка, да? Да. Откуда такая ткань? Ткань турецкая, но поставщик находится у нас в Москве. То есть проблем с этим нет? Немножко есть проблемы с поставками, но мы закупили достаточное количество ткани. Но я думаю, что мы в любом случае найдем какой-то выход. Из скольких человек состоит ваша команда сейчас? Начинали, насколько я поняла, вы вдвоем. Вы и первый дизайнер, потом появился другой дизайнер, да? Да, я основатель, идейный вдохновитель. Со мной работает Катя Рогоза, мой дизайнер, создает принты, сочняет сказки, просто вдохновляет меня какими-то идеями. И также мне помогает мой со мной специалист вести вести социальные сети. Опять-таки это реклама, престиж бренда, лицо бренда, да. То есть пространение информации, да? Конечно, да. Но в основном многие блогеры работают через Инстаграм. Это дополнительная реклама. Вы с блогерами как делитесь информацией? Просто они вам помогают? Нет, мы пишем блогерам, либо нам пишут блогерам, либо мы пишем им и договоримся о сотрудничестве. Сейчас это, мне кажется, не единственный, конечно, но самый эффективный, на мой взгляд, способ показать свой продукт. Итак, премия «Золотой медвежонок», первое место в номинации «Лучшая одежда коллекции». Какие коллекции представляли? Была коллекция «Лесные лакомки», «Морской бой» и «Мечная балетия». «Лесные лакомки» рассказывают историю о лесных лакомках, лесных героях, которые делают запасы на зиму. Мышонок варит варенье, белочка собирает орешки, зайчик занимается там тоже, чем-то занимается. «Мечты о балете» рассказывают о маленькой пони, которая очень мечтала стать балериной. И «Морской бой» рассказывает историю о героях, которые решили поиграть в «Морской бой» на облачках. Мы планировали, что это будет принт для мальчиков, но он получился такой какой-то универсальный, что у нас, в принципе, берут его и девочкам. А какие критерии были у жюри для оценки коллекции одежды детской именно? Что было важно показать, что было важно представить? Мне кажется, что им понравилось в моем бренде возможность ребенку фантазировать. Это не просто одежда, а элемент успеха хорошего вкуса. Как проходил конкурс? Было несколько туров, два тура сколько было? Нужно было подготовить презентацию, защитить ее перед экспертным советом и отправить, соответственно, образцы. Для наглядности я привозила пижаму своего ребенка, который он у меня носил больше года, и пижаму новую, и показала жюри, что пижама, несмотря на ее высокую стоимость, она прослужит долгие годы и может даже передаваться по наследству. То есть она без катышков, в идеальном состоянии, принты не стерлись? Да. Принты печатаете вы, да? Принты мы печатаем особыми чернилами на водной основе, они абсолютно безопасны. Печать проходит в несколько этапов, за счет этого получается очень стойкий, яркий принт. Еще немножко о премии. А что ваши конкуренты представляли? Мне была представлена в номинации «Лучшая одежда», была представлена «Верхняя одежда». Я особо не вникала, для меня это не очень было интересно. Бизнес-вуму это сложно. Какими качествами должна обладать женщина-предприниматель? Для меня это было очень сложно, потому что я только начинаю свой путь в бизнесе. И самое сложное, наверное, это работать в условиях многозадачности. То есть когда у тебя в голове куча идей, но ты еще жена, мама, тебе нужно заниматься бытом, воспитанием ребенка. То есть нужно все это уместить в одного человека. Да, это, наверное, самое сложное. Какой еще должна быть бизнес-вуму? Наверное, напористой, может быть, нет? Конкуренции же много, да? Надо как-то пробиваться. Нужно верить в свой продукт, любить его всем сердцем. И тогда все получится. Если бы вы сейчас начинали бизнес, каких бы вы ошибок избежали? Наверное, я бы обратилась за помощью к какому-то специалисту, к наставнику, который уже имеет какой-то опыт и преуспел в своем деле. Моя сфера деятельности до брака, до рождения ребенка вообще никак не соприкасалась с бизнесом. То есть мне нужно было все начинать с нуля. А вот как это начинать? Вы где узнавали, что нужно делать сейчас, что нужно делать завтра? То есть как открывать предприятие, как вести бухгалтерию тоже? Это же все достаточно сложно и серьезно, да? Это очень сложно. Да, я, прежде чем открыть бренд, обучилась на курсе по детскому бренду. Получила какие-то начальные знания. Плюс постоянно пытаюсь повышать свою квалификацию, где-то обучаться, получать новые знания. Ну, конечно, сейчас становится легче. Потому что уже опыт появляется. Опыт, новые знания, да. А вот начинающим бизнесменам что бы пожелали? Каких бы ошибок вы бы им посоветовали избежать? Ну, как я уже сказала, это я бы все-таки, если у человека нет в этом опыта, найти человека, который сможет тебе помочь, наставить тебе, дать какие-то рекомендации. И опять-таки, нужно очень верить в себя и в свой продукт. И делать его качественно. И тогда ты получишь отдать. Что самое сложное и самое интересное в деятельности, вот в деятельности предпринимателя? Брать ответственность за все. И за тех людей, которые, да, работают в твоей команде. Это и самое интересное, и самое сложное. Каким вы свой бизнес видите, ну, например, лет через 10? Мне бы хотелось расширить ассортимент, как я уже говорила, до какой-то уличной одежды. Создавать, может быть, какие-то костюмы с принтами, курточки. В будущем нам бы очень хотелось создать какую-то книжку по нашим принтам. То есть сборник сказок. Да. Назовем его пижамные сказки, допустим. Да, и глобальная наша цель, чтобы малыши всего мира ходили в наших пижамах. Будете ли участвовать еще в премиях, в каких-нибудь, я не знаю, конкурсах? Это интересно? Это понравилось? Да, было очень интересно. Это был интересный опыт для меня, для бренда. Хотелось бы, конечно, поучаствовать, да. Вот на конкурсе вы встречались с такими же молодыми предпринимателями. Опытом делились как-то? Честно говоря, в защите презентации была очень такая волнительная атмосфера. Все были немножко напряжены, все готовились. И мы защитились, и сразу ушли. А на форумах каких-то бываете? Вот вам это интересно? Чему-то поучиться, поделиться опытом, набраться какого-то опыта? Как раз-таки вот была пандемия, и все было закрыто. И не было возможности попасть на какие-то такие мероприятия. Вообще, да, это очень интересно побывать на каких-то обучениях. Без этого невозможно развитие бизнеса. Что ж, Настаси, удачи вам тогда в вашем бизнесе. Спасибо, что пришли к нам. Это была территория КАН на телеканале КРТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова